Добрый вечер, уважаемые слушатели! На моих часах без одной минуты 8, собственно через одну минуту 8 часов в Иерусалиме начнется торжественная церемония, посвященная дню катастрофы, Йомашуа. И в процессе этой церемонии 6 человек, 6 ветеранов, переживших катастрофу, зажгут 6 факелов в память о 6 миллионах тех, кто катастрофу не пережил. Я хочу сказать просто перед тем, как мы займемся дальше торой, я хочу сказать два слова вот о чем. В нашем календаре нет пустых дней и пустых периодов. Когда мы говорим особое выделенное время, скажем вот шаббат, да, это выделенное время, праздник это выделенное время, Йом-Кипур это особый выделенный день, шаббат-шаббат. Так вот, когда мы говорим о выделенном времени, это не значит, что есть время пустое, будничное, обычное, а есть время выделенное. В нашем календаре каждый день и каждый период времени в течение года является выделенным. Вопрос выделенным для чего? Так вот, сейчас, после Песоха, после 15-го Нишана, мы ведем период счета дней Паумер. Этот период начинается 15-го Нишана и кончается 6-го Сивана в праздник Шивот между исходом из Египта и дарованием Торы прошло 50 дней. Вот мы ведем счет этим дням. Это особый такой выделенный период. И в этот выделенный период попадает несколько очень важных событий, которые произошли в разные века с еврейским народом. В этот период попадает праздник Лак-Баумер, 33-й день счета Омера. В этом году он будет 26-го мая, Лак-Баумер. Если смотреть на нашу историческую традицию, то день Лак-Баумер – это день победы в войне с римлянами. Это день, когда восстание Бар-Кохбы одержало победу, был достигнут военный успех. Римляне были изгнаны из Иудеи и в течение свыше двух лет Иудея была свободной и независимой. То есть вот день победы в войне с римлянами – это 33-й день счета Омера. В этот день, на этот период приходится день независимости Израиля. Это четвертый день месяца Ияр, в этом году 12-й день, 12-е мая, день, когда в 1948 году была провозглашена независимость Израиля. И началась война за независимость, которая длилась около двух лет и закончилась победа Израиля над коалицией пяти арабских государств. В этот период приходится наша самая первая победа – победа в войне с Амалеком. После перехода Ямсуф, после перехода Тростникового моря, когда на нас напал Амалек, и мы одержали военную победу, и эта победа тоже приходится на дни счета Омера. День катастрофы, который мы сегодня отмечаем – это день памяти, день боли, день скорби, но в то же время это день нашей победы. Есть день Освенцима в январе, когда отмечается дата освобождения солдатами Красной Армии концлагеря Освенцима. Но день катастрофы – это не день освобождения концлагеря и не день проведения каких-то немецких акций. Это день, когда евреи, запертые в Варшавском гетто посередине Европы, оккупированной немцами, в чужой и в громадной степени антисемитской стране Польши. И вот в этой ситуации, когда, казалось бы, никаких шансов на успех, евреи поднимают восстание, выгоняют немцев из гетто и в течение свыше месяца ведут успешные бои, заставляя немцев проводить целые войсковые операции, снимать большие военные соединения для того, чтобы победить в Варшавском гетто. То есть день катастрофы, который мы сегодня отмечаем, это, по сути дела, день победы почти невооруженных евреев над немцами, вооруженными до зубов в Варшавском гетто. И совершенно не случайно в этот же особый выделенный период времени, вот в эти дни счета Амера, пришлась и дата по европейскому счету 8, по советскому счету 9 мая, день, когда была закончена война против Германии. Вторая мировая война, правда, длилась еще до первых чисел сентября 1945 года, но 8 мая Германия подписала капитуляцию и была одержана победа над государством, которая сделала антисемитизм своей государственной политикой. И на эти же дни счета Амера приходится еще одна дата. В этом году это 5 июня, 28 число месяца и яра, день Иерусалима. День, когда Израиль, вынужденный вести войну против коалиции арабских государств в 1967 году, разгромил войска всех арабских стран, которые собирались уничтожить Израиль, полностью освободил Иерусалим, воссоединил Иерусалим и впервые за 2000 лет установил еврейский контроль над главной святыней Иерусалима, над Храмовой горой. Рав Горан в этот день, он был главный военный раввин Цахала, он поднялся на Храмовую гору, затрубил в Шафар и радиостанция дивизий десантников передала открытым текстом в эфир «Храмовая гора в наших руках». И это тоже произошло в дни счета Омера. Поэтому этот период, хотя он является траурным, мы помним всех погибших в наших войнах, мы помним всех погибших в катастрофе. Завтра в специальном месте в Шатре и Скор пройдет церемония чтения имен тех, кто погиб в катастрофе. И в то же время, этот период, этот период наших побед, период наших побед в самых разных войнах, которые шли со дня исхода из Египта и до сегодняшнего дня. Только что, пять минут назад, я прочел на новостной ленте, что Хамас, который находится в секторе Газа, в нашем еврейском Граре, объявил Израилю войну и обещал белую ночь жителям Израиля. Должен вам сказать, что эти самые хамасовцы очень плохо учат историю. И они не знают, не знали, не помнят, не хотят знать, чем кончаются попытки воевать с Израилем вот в этот период, в период дней счета Омера. Они кончаются в конечном итоге нашей победе. Ну, а теперь давайте вернемся к книге «Шмот». Мы остановились в начале раздела «Трума». Ну, прежде чем перейти дальше к тексту, я хочу обратить ваше внимание вот на что. По сути дела, книга «Шмот» состоит из трех частей. Первая часть, которую можно условно назвать «Маше и рождение народа», а можно ее начать назвать «Исход». Эта часть объединяет четыре недельных раздела. Два раздела «Шмот» и «Вэйра» – это, по сути дела, подготовка к исходу. Раздел «Бо» и «Бешаллах» – это, по сути дела, собственно, исход. Вторая часть книги посвящена «Синайскому откровению», центральному событию исхода. И в эту часть входят два раздела. Раздел «Итро» и раздел «Мешпатим». И третья часть, к которой мы, собственно, сегодня переходим, это часть, которую можно условно назвать «Храм», и она посвящена строительству первого нашего храма. Ну, обычно говорят, что вот был первый и второй «Иерусалимские храмы», то есть первый и второй каменные храмы, которые стояли в городе Иерусалим. В этом смысле первый храм построил царь Шламо, он простоял четыре с лишним века, был разрушен вавилонским царем Навуходнецаром, дальше 70 лет длился вавилонский плен, потом был построен второй храм, который простоял до 70-го года нашей эры, был разрушен римлянами, и с тех пор у нас храм один. Если быть вполне точным, то первый храм – это был храм походный, храм разборный, Мешкан, который был построен у горы Синай, и, собственно, описанию строительства которого и посвящена третья часть книги Шмот. И тогда храм Шламо – это, по сути дела, второй храм, храм Эзра и Нехемии, построенный после вавилонского изгнания – это третий храм, второй каменный, но третий по большому счету. И на самом деле, во времена царя Ирода Великого, Ирода-строителя, храм Эзра и Нехемии был полностью перестроен, был возведен совершенно грандиозный храм Ирода, была расширена территория храмовой горы, и был построен колоссальный храм Ирода, и уже храм Ирода был разрушен римлянами. То есть, по сути дела, храм Ирода можно считать трех с половинным или четвертым храмом, кому как больше нравится считать. Но мы возвращаемся в эпоху исхода, и мы будем говорить о строительстве храма походного, храма разборного у горы Синай. Пять разделов, пять недельных разделов книги СМОД объединяет эта история о храме. Это разделы Трума, ТЦВ, КИТИЦА, ВАЯК ЭЛЬ и ПКУДЭЙ. При этом первые два раздела, раздел Трума и ТЦВ – это указания о строительстве храма. Значит, в этот момент, чисто географически, Маше находится на вершине горы Синай, он находится в облаке на горе Синай, и Всевышний рассказывает ему, каким образом надо построить храм. Последние два недельных раздела, разделы ВАЯКЭЛЬ и ПКУДЭЙ, посвящены, собственно, практическому воплощению указаний Всевышнего, непосредственно строительству храма. Между этими двумя парами разделов есть раздел ТИТИЦА, который, большей частью, посвящен истории о том, как евреи построили золотого теленка, построили некоего идола и начали поклонение этому идолу. Интересно отметить вот что. Это идея Рава Цви и Гуды Кука, что все недельные разделы книги Шмот, по сути дела, являются парными. Единственный непарный раздел – это раздел КИТИЦА, кризис золотого теленка. А все остальные разделы являются парными, где о одном и том же событии, об одной и той же вещи рассказывается как бы с двух сторон. Со стороны Маше и со стороны Аарона. И вот в этом аспекте мы будем изучать историю строительства Мишкана. То есть, по сути дела, существует два подхода к строительству храма. Есть подход Маше. Указание о строительстве храма в видении Маше дает нам глава Трума. И есть подход Аарона, который описан в главе ТЦАВЭ. А вот во время строительства храма эти подходы образуют некий синтез. То есть, глава ВАЕКЭ – это строительство храма Маше, но с добавлением определенных идей Аарона. А глава ПКУДЭЙ – это строительство храма по Аарону, но с добавлением идей Маше. При этом этот синтез оказывается гораздо богаче, чем каждый подход сам по себе. И вот об этом мы дальше и будем говорить. Значит, в разделе Трума мы уже с вами прочитали первые по сути и говорил Ашам Маше, сказав, «Говори сынам Исраэля, и возьмут мне возношение от каждого мужа, которого подвигнет сердце его, возьмите возношение моё». Значит, главная идея сбора материалов на храм Маше – надо брать от каждого мужа, которого подвигнет сердце его. То есть, помните этот коммунистический лозунг, да? «От каждого по способностям, каждому по потребностям». Так вот, лозунг строительства храма Маше – «От каждого по желанию». То есть, каждый вносит добровольное возношение на строительство храма. Если мы поглядим на следующий раздел ТЦВ, в котором описывается строительство храма в понимании Аарона, то раздел ТЦВ, собственно, что следует непосредственно из него названия, он начинается так. «А ты прикажи сынам Исраэля, и возьмут к тебе там масло оливы чистое, выбитое для освещения» и так далее, и так далее. То есть, храм, по мнению Маше, это добровольное сооружение. Храм, по мнению Аарона, строится по приказу сверху, значит, вот с помощью административной вертикали, да? То есть, прикажи собрать то-то и то-то в таком количестве. И вот возношение, которое возьмете от них. «Золото и серебро и меч, и целитый аргаман и червлёницу, и шеш и козы, и шкуры баранов краснёные, и шкуры тахашей, и деревья шики». Ну, мы уже с вами обсуждали, я не помню, говорил я вам в прошлой лекции или нет, что три металла используются в храме – золото, серебро и меч. Железа в храме нет. Хотя, может быть, какие-то детали храма из железа можно было бы сделать, но железо в храме не используется. Более того, специально сказано, что при строительстве каменного жертвенника запрещено использовать железные инструменты. Почему? Железо – орудие убийства. И орудие убийства не должно присутствовать и использоваться в том месте, которое не только для еврейского народа, как мы в дальнейшем увидим, но и для всего мира должно являться источником жизни. Три металла – золото, серебро и медь. В нашем сегодняшнем понимании, так сказать, вот какая-то идеология, какое-то вот там отношение к этим металлам немножко сдвинутая. Когда мы говорим о богатстве, мы первое, о чем думаем, это о золоте, да, которое является эталоном цены и так далее, да, золотое содержание валюты и прочее. Во времена Танаха именно серебро являлось символом богатства. И в Торе мы во многих местах видим, что отвесил серебро, заплатил серебром. И, собственно, и в современном иврите слово «деньги» и слово «серебро» – это одно и то же слово «кешер». А вот золото является определенным духовным достижением. Это не символ богатства. Это символ в большей мере духовный. Отсюда пришло к нам в современный русский язык слова «золотой человек», «золотая душа», да. То есть вот золото – это символ духовной высоты. Серебро – символ богатства. Медь, как мы узнаем в дальнейшем, использовалась для тех элементов конструкции храма, которые предназначались для очищения человека, искупления его грехов, очищения его от всевозможных ошибок и сбреждений. Тхелет, аргаман и червленица. И шеш, и кожа. Тхелет, аргаман и червленица – это шерстяные нитки, окрашенные, соответственно, в голубой, пурпурный и красный цвет. Коза – это просто козья шерсть. Шеш – это лен. То есть различные виды тканей, которые использовались для шатра. И шкуры баранов красненые, и шкуры тахаши, и деревьиши тим. Я уже говорил, деревьиши тим – это пустынная акация. Вот очень интересно, шкуры баранов красненые. Дело в том, что когда строили вот этот храм, шатер, мы будем еще, значит, вот поднимается облачный столб над шатром, и шатер покрыт несколькими покрывалами, несколькими оболочками. Так вот, шкуры баранов, из них делалась средняя покрывала. Внутреннее было из ткани, сотканной из разных видов ниток, там, тхеле, торгамам и так далее, и так далее. Внешне – это шкуры тахаши, а в середине между ними были шкуры баранов. Поэтому покрышка из шкур баранов была не видна. И когда здесь написано, что шкуры баранов красненые, то, может быть, в те времена это означало не красную краску, которую использовали для красоты, а это означало какой-то способ специальной выделки шкур, может быть, там, для непромокаемости, для мягкости, для чего-то еще, потому что тахашовое покрытие было видно снаружи, вот это тканное покрытие было видно изнутри, покрытие из шкур баранов не было видно вообще. Дальше в сбор материалов входит масло для освещения, благовония для масла помажения и для воскурения благовоний, камни шоам и камни вставные для эйфода и для хошена. Шоам это, по некоторым мнениям, яшма. Камень, с одной стороны, красивый, а с другой стороны, он очень удобен в обработке, на нем можно вырезать надписи, скажем, и на камнях шоам вырезали название колен Израиля, об этом будет разговор дальше. Хошен, это камни вставные для эйфода и для хошена. Хошен это был некий специальный предмет, в дальнейшем мы подробно посмотрим на его конструкцию, ну если хотите, это был некоторый такой радиоприемник по непосредственному приему указаний от Всевышнего. «И сделают мне», значит, это говорит Всевышний Маше, да, «И сделают мне», то есть Всевышнему, «мигдаш». То есть вот храм, и поселюсь я среди них. То есть абсолютно неверно считать, что «мигдаш», вот этот шатер, со всеми его внутренними представлениями, является местом обитания Всевышнего. Цель строительства «мигдаша» в том, чтобы Всевышний поселился среди народа Израиля. Амигдаш со всеми его сосудами, со всеми его инструментами, со всей его службой призван только для одной единственной цели, чтобы это присутствие Всевышнего в среде Израиля оказалось видимым, оказалось ощутимым и понятным, что Всевышний живет среди нас. И поселюсь я среди них. То есть поселюсь я среди народа Израиля. «Как все, что я показываю тебе, план Мешкана и план всех инструментов его, и так сделайте». Фраза с точки зрения грамматики еврита абсолютно какая-то странная, и у нас нет другого выхода, кроме того, чтобы следовать ей буквально. «Как все, что я показываю тебе». То есть показывая Маше конструкцию Мешкана, Всевышний показывает Маше в зримом, ясном, наглядном виде конструкцию его самого, конструкцию идеального прямого человека, преданного Всевышнему. То есть вот этот вот чертеж, который дальше будет геометрический, с крупулезностью там, столько-то сантиметров и метров длиной, шириной, высотой, какие-то выемки, такие-то веревочки, такие-то петли, крючки, засовы, все это будет расписано буквально по миллиметрам, по каждому изделию. И вот эта подробная роспись Мешкана – это некоторое материальное отражение человеческой души, с одной стороны. С другой стороны, это зримое свидетельство, что Всевышний живет среди нас. С третьей стороны, Машера Бейнуна Синая не получил письменных чертежей, по крайней мере, мы об этом ничего не знаем, то есть вся конструкция Мешкана осталась у него в голове, и он дальше ее объяснил мастерам, которые выполняли работу. Как все, что я покажу у тебя, план Мешкана и план всех инструментов его, и так сделаете. Дальше, так, ну вот у меня здесь есть еще другая картинка, реконструкция Мешкана. Здесь вы видите, собственно, Мешкан. Вот сверху красивое такое пятнишкое покрытие, это тахашевые шкуры. Значит, вокруг Мешкана двор, обнесенный таким матерчатым забором на столбах. В центре двора стоит жертвенник, на котором сжигаются жертвы, и между жертвенником и Мешканом находится такая чаша, в которую налита вода, по сути дела рукомойник, из которого надо умывать руки и ноги тем, кто будет работать в Мешкане. Интересно отметить, что в главе трума рукомойника нет. Жертвенник есть, рукомойник нет. Значит, итак, дано указание строить Мешкан. И дальше разъяснение о строительстве, значит, как мы сегодня начали бы рассказывать о строительстве Мешкана. Ну вот, во-первых, нужно огородить двор там, длина, ширина, высота забора. Дальше в этом дворе надо поставить шокер, вот он стоит на столбах, перекрыт покрытием из шкур и так далее. Дальше внутри шокера находится то-то, то-то, снаружи то-то, то-то. Тора говорит по-другому. Тора начинает с конца, или если хотите, с самой внутренней части Мешкана. И сделают ковчег из дерева шеттин. Два с половиной локтя длина его, и полтора локтя ширина его, и полтора локтя высота его. Ковчег, в котором после Синайского откровения лежали две пары скрижалей, целые и разбитые, в котором лежал кувшин с маном, выпадавшим в пустыню, а к концу путешествия там же лежал первый слиток Торы. И вот этот вот ковчег, он называется на иврите Арон Акодыш, выделенный шкаф, выделенный ящик, специальный ящик. Этот ковчег является главным инструментом Мешкана, главным его содержимым, и именно с него начинается описание Мешкана. Интересно, что все дальнейшие размеры всех элементов Мешкана будут выражены целым числом локтей. Ну, просто для справки, локоть, тот локоть в Танасе, это приблизительно полметра, то есть ковчег где-то метр с небольшим длиной, 75 сантиметров шириной, 75 сантиметров высотой. И размеры ковчега дробные. Тора намекает на то, что для встречи с Творцом человек должен забыть о своей целищке. Очень интересно, когда было установлено правило сбора денег на храмовые нужды, и первый такой сбор был проведен у горы Синай, собирали по пол шекеля с человека. То есть, как бы высоко себя человек не оценивал, он только половинка. Вторая половинка это Всевышний, который является его партнером. И вот только в партнерстве со Всевышним достигается цельность человека. Об этом же намекают размеры ковчега, они дробные. И покроешь его золотом чистым изнутри и снаружи, покрой его, и сделаешь на нем венец золотой вокруг, и отольешь для него четыре кольца золотых, и дашь на четыре угла его, и два кольца на сторону его одну, и два кольца на сторону его другую, и сделаешь шесты из дерева шетим, и покроешь их золотом. И вложишь шесты в кольца на сторонах ковчега, чтобы носить ковчег на них. В кольцах ковчега будут шесты, не устраняться от него. Значит, я обращаю ваше внимание на выбор материала для инструментов мешкана. Значит, будет сделан ковчег для хранения, я сказал, чего. Будет сделан особая форма стол, золотой, на котором будут лежать хлеб особой формы для Всевышнего в качестве подношения перед лицом Всевышнего. И будет сделан минора, то есть, видите, светильник, семисвершник для освещения. Так вот, стол будет сделан из золота. Ковчег будет сделан из дерева и обложен золотом. Минора будет сделан из золота в форме дерева. Ствол, ветви, там, цветы. Дерево – это символ роста, развития, жизни. Золото – это символ духовного, прежде всего, совершенствования. Так вот, ковчег – это дерево, обложенное золотом, а минора – это золото в форме дерева. Вот эти два символа постоянно присутствуют один и другой. На этой картинке мы видим план Мишкана. Его длина была 30 локтей, то есть, примерно, 15 метров. Ширина – 10 локтей, то есть, примерно, 5 метров. И Мишкан был разделен на две неравных части. Одна часть – улам, зал, просто выделенность, кодыш, а вторая часть – кодыш Кадашим. Самая наиболее выделенная часть, и вот именно в кодыш Кадашим стоял ковчег. Интересно, мы сейчас, когда дойдем до размеров Мишкана, вы это увидите. Значит, если вы помните, ширина ковчега – полтора локтя. Ширина кодыш Кадашим – 10 локтей. Расстояние от края ковчега до одной из стен – 5 локтей. Расстояние от края ковчега до другой стены – 5 локтей. Значит, если вы сложите 5 плюс 5 плюс полтора, вы получите 11,5. А ширина Мишкана – 10 локтей. Куда исчезли полтора локтя? Ответ. Ковчег со всем его содержимым и со всеми его особенностями, шестами и прочее – это предмет, не принадлежащий к материальному миру. Это такой вот портал вечности. Это то окно, через которое Всевышний разговаривает с народом Израиля. И поэтому ковчег, он внематериален. Хотя он вполне материален – дерево, золото, шесты, кольца и так дальше. Но с точки зрения вот места, которого он занимает, он не занимает места в нашем материальном мире. И так получилось. 5 плюс 5 плюс полтора равняется ровно 10. И дашь в ковчег свидетельство, которое я дам тебе. То есть в ковчег будет положено те скрижали, которые даст Всевышний. И сделаешь крышку золота чистого. 2,5 локтя длина ее и 1,5 локтя ширина ее. То есть есть отдельно ковчег и отдельно крышка ковчега. И сделаешь с двух кругов золота ковкой, сделаешь с двух краев крышки. Кто такие кругы? Мы, вообще говоря, уже встречались с этим предметом. Не знаю, как сказать. Ангел, зверь, существо. Вот когда Всевышний выгнал Адама Ришон, первую семью Адама и жену его Хаву из Ган-Эдена, то он поставил Крувов с мечом огненным на пути в Ган-Эден. То есть Крувы охраняли переход из Ган-Эдена в материальный мир, чтобы никто без разрешения не смог из материального мира перейти в Ган-Эден. А здесь Крувы охраняют переход вот из этого трансцендентного мира в наш материальный. И дальше Тора будет говорить о том, что именно из промежутка между Крувами слышался голос Всевышнего и Маше его мог услышать, когда задавал какие-то вопросы. Значит, Крувы имели форму таких необычайных птиц с человеческими головами и с двумя парами крыльев. Вот одна пара крыльев как бы нижняя закрывает Круву ноги, вторая пара крыльев верхняя, Крув поднимает их и вот они крыльями как бы обнимают друг друга. При этом у этих птиц лица были человеческие, одно лицо мужское и одно женское. И вот эти вот два Крува символизировали самое важное, самое ценное, самое правильное, что есть в человеческой жизни – это любовь мужчины и женщины. И будут Крувы, простирающими крылья вверх, покрывающими крыльями своими крышку, и лица их муж к брату его, крышки будут лица Крувов. И дашь крышку на ковчег сверху, и в ковчег дай свидетельство, которое я дам тебе. И встречаться буду тебе там, и говорить буду с тобой над крышкой между двух Крувов, которые на ковчеге свидетельства. Все, что я приказу тебе для сынов Израиля. И сделаешь стол деревьевши тим, два локтя длина его, и локоть ширина его, и полтора локтя высота его. Значит, обратите внимание, у стола два размера целые, да, два локтя длина, локоть ширина, а высота дробная. Стол – это символ экономического процветания, экономического успеха, богатства, зажиточности, которое имеет важнейший религиозный смысл. И вот достижение богатства и зажиточности тоже возможно лишь тогда, когда человек в какой-то момент перестанет думать, что его достижение благодаря силе его руки. Нет, он должен понимать, что для того, чтобы достижение его свершилось, он только делает часть, а вторую и большую часть делает Всевышний. Как принято говорить у наших мудрецов, для того, чтобы приобрести богатство, надо долго-долго работать, и тем самым изготовить тот сосуд, в который с неба будет сыпаться богатство. То есть наше усилие – это изготовление сосудов. И покроешь его золотом чистым и сделаешь ему венец золотой вокруг, и сделаешь ему обрамление в ладонь вокруг, и сделаешь венец золотой для обрамления его вокруг, и сделаешь для него четыре кольца золотых, и дашь кольца на четыре угла, которые у четырех ног его, напротив обрамления будут кольца вместилищами две шестов, чтобы носить стол. Значит, на стол кладется хлеб как символ богатства, процветания. Экономической успешности. Значит, вот справа вход в мешкан. Вход всегда обращен к восточной стороне. Кодыш Кадашин обращен к западной стороне света. С южной стороны стоит минора, светильник. С северной стороны стоит стол с хлебами предложения. И сделаешь минору золото чистого, ковкой сделается минора, бедро ее и стебель ее, венчики ее, завязи ее и цветы ее из нее будут. То есть, вот основной ствол, бедро, а вот из ствола идут три ветви влево, три ветви вправо. И шесть стеблей выходят из сторон его. Три стебля миноры из стороны одной и три стебля миноры из стороны другой. Ну вот, посмотрите, в большем увеличении я вам сейчас покажу минору. Так, где она? Стоять. Вот она, минора. Значит, ствол, три стебля влево, три стебля вправо. Три венчика миндальных на стебле одном, завязи цветок. И три венчика миндальных на стебле одном, завязи цветок. Также шести стеблей, выходящих из миноры. И на миноре четыре венчика миндальных, завязи ее и цветы ее. И завязь под двумя стеблями из нее, и завязь под двумя стеблями из нее, для шести стеблей, выходящих из миноры. Завязи их и стебли. Да, пожалуйста. Мы не видим картинки. Как не видите? Ну так, мы видим только картинку общую. А вы сказали, что вы поставили минору, да? Вот я ее просто увеличил. У меня отдельной миноры нет. Вот, вот она. А, я думал... Нет, нет. Простите, но не сделал отдельную минору. Где, в мешкании, которая стоит, да? Да, 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 минора, которая стоит в мешкании. А сегодня у нас... Она издалека, венчиков там не видно. Ну, ребят, я обязуюсь к следующей лекции вам подобрать картинку отдельной миноры. А, нет, я просто имел в виду, что и поехали, наверное, на этой миноры. Да, да, конечно, конечно. Вот. Завязи их и стебли из нее будут. Вся ковка одной золота чистого. Сегодня гости Иерусалима видят эту минору. Она стоит недалеко от Храмовой горы. Согласно Торе, она изготовлена из одного тикара из 28 килограмм чистого золота. Пожертвовал золото и оплатил работу по изготовлению миноры. Богатый человек из Украины с редкой еврейской фамилией Рабинович. Такой украинский миллионер сделал нам минору для Иерусалима. Он, правда, в своем, так сказать, в условии дара он написал, что это минора для третьего храма. Но согласился с тем, что пока она будет стоять рядом с Храмовой горой, но как только появится возможность, ее перенесут в храм. Вот она выполнена в то числе по инструкции. С венчиками, цветами, лампадами там. Все как положено. 28 килограмм чистого золота. И сделаешь свечи ее семь. Свечи, ну, в Торе именно слово нерод, то есть свечи, но речь здесь идет не о свечах. На верху каждой ветви миноры находилась такая чаша с оливковым маслом и фитилем. И вот это вот масляный, по сути, светильник. Тора его называет свеча. И зажжет свечи ее, и будет светить в сторону лица ее, и щипцы ее, и шовки ее золота чистого. Кикаром золота чистого сделает ее. Все инструменты эти. И смотри, и сделай по плану их, который ты видишь на горе. Значит, вот я обращаю ваше внимание, вот на что. И это очень важно. Посмотрите еще раз на план Мишкана. Значит, вот стоит стол для хлеба, предложения. Вот стоит минора. Но здесь есть еще один предмет. А вот этот предмет к храму Маше никакого отношения не имеет. Это золотой жертвенник, который использовался для воскурения благовоний внутри Мишкана. Но только этот жертвенник описывается в следующем разделе, когда речь пойдет о строительстве храма Аарона. В храме Маше, когда человек входит в храм, слева минора, справа стол, шульхан, а прямой проход к ковчеву, он открыт. И вот теперь мы идем вот сюда. Основные инструменты, описанные здесь, инструменты храма Маше. Ковчег, стол, минора. Значит, минора – это свет мудрости, стол – это символ экономического благополучия и пропсветания. И пройдя посередине между этими двумя важнейшими условиями, человек оказывается перед ковчегом. А в ковчеге лежит откровение, лежат скрижали, а из промежутка между кругами раздается голос Всевышнего. Итак, основные задачи храма в понимании Маше Робейну – это откровение и учение. То есть непосредственно постоянное влияние Всевышнего на нашу жизнь, непосредственно постоянное идущее откровение и возможность учиться, возможность изучать то, что нам сказал Всевышний. Храм Маше предназначен для идеального человека, который имеет прямой доступ к откровению, к ковчегу в любое время без всякой особой подготовки. Когда мы с вами дочитаем раздел «Трума» до конца, то вы увидите, что в этом храме по замыслу Маше, в храме Маше, никаких священнослужителей нет. А Аарон вовсе не упоминается. Единственный раз в этом разделе упоминается Маше, и говорил о Шем Маше, сказав. И дальше, по указаниям Всевышнего, Маше строит вот этот вот храм для идеального человека. Храм Аарона, о котором мы будем говорить в разделе ТЦВ, служит другим задачам. Если задача храма Маше – откровение и учение, то задача храма Аарона – это очищение и искупление. Подход Аарона. Идеальных людей нет. Про брата говорить не будем, да? Идеальных людей нет. Каждый человек в жизни допускает ошибки. И поэтому для того, чтобы иметь возможность дойти до откровения, дойти до учения, необходимо пройти этап очищения и искупления. И вот этот вот жертвенник с воскурениями – это элемент храма Аарона, это элемент, служащий для очищения человека. Вот воскурения заполняют благовонным дымом все помещение Мишкана, и только через этот дым благовоний можно увидеть завесу отделяющего кодыш Кадашин и можно подойти к этой завесе и так далее. Итак, храм Моше – это откровениями и учения. Храм Аарона – это искупление и очищение. Основные инструменты храма Моше находятся в Мишкане. Кстати, в храме Моше нету умывальника. Значит, вот мы здесь видели, да, что здесь стоит умывальник. Умывальник описывается только в храме Аарона. Идеальный человек чист изначально. Ему вот это вот специальное умывание перед хором Мишкан не нужно. Юра? Да? Да, ведь храм Аарона – это же продолжение храма Моше, это же одно и то же, по-моему. Нет, это не одно и то же. Но Мишкан-то один и тот же? Смотрите, я с этого начал сегодня. Мишкан – один и тот же. Только на горе Синай Моше получает как бы два разных указания. Первое указание – о строительстве идеального храма для идеального человека. Второе указание – о строительстве храма для реального человека. И эти два указания разделены по двум главам. Трума говорит только об идеальном человеке. ТЦВ говорит о реальном человеке. Это разные цели. Храм откровения и учения или храм искупления и очищения. Это разные способы служения. В храм Моше человек заходит сам, в храме Аарона служат левиты и коэры. Человек не приближается и не заходит внутрь Мишкан. Это место для особо выделенных людей, для семейства коэры. Я понимаю, но свидетельство – это один и тот же. А потом… Нет, сначала даны два указания как бы для двух типов храмов. А потом, когда идет строительство, то в одной главе рассказывается о строительстве храма Моше. С добавлением элементов храма Аарона, в другой главе рассказывается о строительстве храма Аарона с добавлением элементов храма Моше. А в итоге строится, конечно, один единственный храм, в котором добавляются еще несколько элементов, которых не было ни у Моше, ни у Аарона, но которые нужны для устойчивости этой конструкции. Да, но, извините, допустим, минералы храма Моше и столб для хлебов храма Моше, они же, ну, как бы, они… Я же говорю, получается синтез. Вот этот Мишкан является синтезом. А теперь я вам скажу вообще очень интересную вещь. Это, правда, я забегаю немножко вперед, но неважно. В первом веке нашей эры, две тысячи лет назад, иудаизм разделился над лечебством. Остался собственный иудаизм, и появилось христианство, которое, знаете, да, само название католической церкви – Новый Израиль. То есть христианство воспринимает себя, как некую такую вот новую обновленную форму иудаизма. Так вот, если вы посмотрите на структуру любой христианской церкви, хотите католической, хотите православной, так сказать, это непрофессионально, то вы увидите, что главная идея христианской церкви – это храм Аарон. Служат там специальные священники. Задача церкви – это искупление и очищение. Это отпущение грехов. Ставьте свечки, жертвуйте там на храм, исповедуйтесь, и вам будут отпущены грехи. То есть церковь взяла себе в основном вот эти идеи Аарона – исправление и очищение. А синагога взяла себе в основном идеи Маше. То есть в синагоге находится Аарон Акодыш, то есть тот самый копчег со свитками Тора, который в какие-то моменты открывают, достают свиток, изучают Тору. Учение Торы и его корректирование, вот этот хедушь, обновление Торы – это, по сути дела, продолжающиеся откровения. То есть в синагога. Да, и в синагогу заходит любой человек, и в синагоге нет священнослужителей, и ведущий молитву и раввин – это не священник, а это просто человек, который лучше других умеет читать Тору, знает порядок молитв, может научить порядку молитв, ответить на вопросы и так далее. То есть синагога взяла себе основные элементы храма Маше, церковь взяла себе основные элементы храма Амрона. А исходно в Мешкане и в Иерусалимском храме был синтез этих двух идей. Синтез этих двух идей. Стоп. Значит, у нас еще впереди много-много разговоров про Мешкан. Сейчас я, время у нас 9, я готов ответить на вопросы, и мы с вами до следующей среды расстанемся. Какие ко мне есть вопросы? Спасибо. 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 Спасибо.